Также я рад приветствовать Юрия Колесова, который согласился тоже и поддержал в нашем мероприятии, потому что мало построить инфраструктуру и, соответственно, очень сейчас большая проблема это поддержание работоспособности этой инфраструктуры. И Юрий нам расскажет, как управлять Центром для обработки данных при помощи вот тех решений, которые предлагает компания АВАЦЕНТР. Я рад всех поприветствовать. Также я хочу отдельно поблагодарить Дмитрия за его великую инициативу, которую мы все тут поддерживаем по мере возможностей. Я был в Питере с ним, да, то есть удается как-то ему собрать вот такую аудиторию, которая действительно дискутирует, обсуждает. Это нечасто бывает. Значит, со своей стороны вот компания АВАЦЕНТР, который теперь на компании Эммерсон, то есть мы тоже причастны к этому трудостроению, хотя уже, наверное, трудоуправлению, и с удовольствием поддерживаем вот такие инициативы глобальные. То есть в России, по-моему, первое, а то ресурс, да, и вообще, ну, то есть идеи-то бродили, я помню, создать ассоциацию там, строителей, сводов там и так далее, все это, пока умерло. Нет, это все будет. Будет, да? Обещать. Хорошо. Так, слушай, это вот не мое. А, значит, сейчас, сейчас, секунду. Единственное, это мое, это вот этот. А, все? Все, все. О, спасибо. Очень интересно было выступление. У тебя специально так настроен, да, скрытая реклама. Предварительно хочу попросить у вас поднять, кто здесь, инженерным системам жестко себя ощущает, привязанного, а кто кайти? Айти-то есть, айти-то нет? Вот, больше различно. Потому что авоцент все-таки больше, как бы, вот, ну, где-то между находятся, но ближе кайти. Так, что? Все. Вы любите в порядок. Вот, чисто, наверное. Отлично. Ну, хочу начать все-таки с того, что авоцент теперь Эмисон. Эмисон, наверное, вы все знаете, да? Если авоцент, наверное, то слышу. Так, вообще, копайки. Есть-то некоторые люди к нам путешествуют, я понял. А Эмисон? Ну, слава богу. Точтепер, вы про нас будете все знать, потому что мы теперь Эмисон. Значит, в Эмисон есть такое большое подразделение, называется Эмисон Network Power, которое, в общем-то, в себе объединяло все вот эти технологии, которые связаны с ТОДами, да? То есть, это и кондиционирование, Либер, там, все знают, и ПС, и Либер, шкафы, КНУР, тоже известная марка. Там, на самом деле, они делают очень много, там, компрессоров практически для всех, вот, системы инфрационирования, компрессора делать Эмисон, ну, для большей части в мире. Есть у них, по-плоу, а? Какой план, да, Эмисон, по-плоу, да? Ну, может, что-то есть. Ну, я просто знаю, что по факту, там, большая часть. Вот, есть там что-то, что делают блоки питательных серверов, тоже маленькие, но тоже большая часть в мире делают Эмисон. Неважно, вот, есть, купили они еще до этого компания Аперчер, это управление ресурсами в данном центре, и купили компанию АВАЦЕНТ Поршинал у нас за 1,2 млрд. Желом. Конечно, немножко остался, перепал. Вот, и таким образом Эмисон в форме своих инженерностей получил выход на управление, создан найти информационную систему, то, чем, в общем-то, АВАЦЕНТ занимался. Вот, видите, а, ну и последняя покупка была компания Хлорайд, там, пару недель назад, за 1,5 млрд. То есть, ну, денег, видимо, от компании накопила, решила их потратить таким. Скупила всех, того можно. Вот, теперь они все это будут объединять, и в итоге там получится так, вот, что-то мощное, авторообразное, но год через два. Пока я рассказываю о том, что уже есть, и что уже полезно. Ищет занимается АВАЦЕНТ. То есть, он всю жизнь занимался, собственно, оптимизацией управления. То есть, тот уже построен, и дальше нужно понять, как им управлять, как повысить безопасность, увеличить скорость управления, там, решение каких-то проблем внутри, и как управлять ресурсами. То есть, мы занимаемся вот этим. Все эти вещи, они, как правило, покупаются, можно посмотреть в корзу, в корзу там возврата инвестиций. То есть, компания просуществовала 10 лет, в 2000 году она образовалась путем слияния двух производителей КВМ-систем, такой был АПЕКС и САЙНИТ. И компания, они объединились, получился в АВАЦЕНТ. Потом покупались разные технологии, то есть, КВМ, ну, больше, что КВМ, это переключение интерфейсов графических, все просто. Вот, потом это все добавили туда, кроме графических интерфейсов, компорты, добавили, ушли в АИП, то есть, все эти интерфейсы стали по АИПе ходить, собственно, мы это придумали. То есть, технология КВМ-Овера АПЕКС, там, это придумал АПЕКС. Купили у Интела компанию, который занимался сервисными процессорами, то есть, кто здесь из АИП, знаешь, что сервисный процессор, да? АИПИ, АИЛО, РСА, Дракен. Слышали какие-то? То есть, это все разновидности. АИПИ, это самая распространенная технология, ее пишет АВАЦЕНТ тоже. 70% вот этих. Прот, саров, IBM, Dell, Семен, 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 это все наше. И, в общем, последняя была такая покупка, это Ландес, это был софт для управления рабочими станками, но сейчас и наскорку продал, то есть, оно может забыть. Вот. Ну и вот, 2010 год, мы пошли в состав. с оборотом где-то перед кризисной больше 30 сейчас длинная 500 значит аватар по-прежнему работает как вы ем производитель со всеми производителями серверов то есть мы делаем это вот акваемая ну собственно всех производитель серверов для колоды сервисные процессоры для циска кстати делаем тоже сервисный процессор и управление серверами карточки управление серверами от RSA карточки драку дел называется циска там своя карточка тоже мы делаем разрабатывать это все делается по заказу по спецификации производителя то есть они не одинаковые там каждый себе заказывает свои но в итоге мы точно знаем как они работают и умеем ими управлять клиенты как правило это все-таки крупный бизнес ну крупный средний вопрос относительный но крупнейшие компании мира как правило все наши клиенты там из тысячи компаний там 85 процентов 1 тысячи компаний ну в россии тоже крупные очень бизнес как правило наш клиентов концептам даже может был такой же слайд о чем идет речь когда мы говорим акцион здесь не переводил смысл его понять что есть два типа реактивный и привитив то есть реактивное когда мы реагируем на проблемы которые возникают а прийти когда мы знаем что они возникнут ты уже готова наше решение помогает быть готовым потому что что произойдет может быть не запустить вот и все таки все что мы делаем помогает поднять уровень управления эти инфраструктуры не обязательно может быть может в общем-то и любая инфраструктура в компании на как бы вверх то есть но если вот по этой стрелочке смотреть начинать снизу это уровень хаотический когда как каждую проблему решать своей заплаткой то есть хотим вот например не знаю хотим разливать софт купили цель продукт для разливки софта хотим политики безопасности организовать еще чем купить пришел таких софтов много но на самом деле тихонечко все это двигается наверх когда становится единым целом пишется регламент бизнес-процессы описываться и так далее вот есть но по этой стрелке вверх то есть наш как продукт помогает уже двигаться вверх технологии но все знают известность системы там для мониторинга и упреждений за это не штатный инбэк то есть это и чпл панелью даже тивари относится пенсии или центр с таким монстр который очень сильно ну пока не работает я работаю так как право с помощью агентов то есть на оборудовании крутится агент программный соответственно пока откликается мы все можем получить данные об этом оборудовании через него управлять ну и стоит эта платформа управления ну что происходит есть оборудование перестают откликаться все то есть система не позволяет уже ничего сделать для этого нужно иметь еще дополнительную подсистему называется она не штат с тем не штатного управления все нам позволяет проблему решать вот это вот делаем и вот наш кусочек ну и в идеале должно быть две подсистемы которые штатные не штатное управление и по статистике известно что 20 процентов ситуации таких сложно решаются только с помощью таких вот систем суммарно еще 40 процентов более эффективно решать с помощью не штатности начну на картинке это будет выглядеть вот так динамики у нас есть сеть корпоративная это может быть сок может быть филиалы неважно поступает нам позволяет все это виртуализировать себя чтобы у нас может что-то произойти либо сервис коммутатором что делать ну шучу или делать если это стоит а по ней просто бегут самый простой прибежал посмотрел перезагрузил все нормально если это далеко то есть надо куда-либо ехать либо звонить искать там людей которые могут подойти в общем некая такая задача не всегда привели вот то есть вот помогаем решить и мне еще одну систему альтернативного доступа туда к тому же оборудование альтернативные может быть использовать ту же сеть или другую сеть но использую всегда другие виды интерфейс на том же оборудование то есть штатная система работает в айпе то есть это обычно включен все серверы лишь обещал вот у него есть много интерфейс который торчат наружу юсб без куполам там парк и сервисный процессор которые либо не задействованы либо могут задействовать не до конца эти все интерфейс использовать ведь тем не менее сделать это удален за счет этого мы получаем мгновенный путь даже для локализации проблема и иногда это помогает решить какие-то манипуляции но это повышает безопасность уменьшает риски ну безопасность чуть больше это же обычно если мы решаем это сало инженера туда человек должен там точно знать какую кнопку нажать нажать не но с этого сервера соседнего время кабель не тот выключится если это далеко там люди легко могут ошибиться там какая-либо бумажка которая вообще ничего не знает и игоря нажми там вот эту кнопку красную нажимать на это оказывается раз на кнопку другого сервера но таких ситуаций поэтому во первых мы риски снижаем вторых но еще и позволяем все это отслеживать поскольку мы свои действия все протокали все это можно посмотреть но вся эта система она состоит из некого набора аппаратной части программная часть для управления сепаратной части то вот несколько компонентов ну как правило это универсальный коммутатор и здесь серия dsr и мерч под юнити это мутатор который позволяет все локальные интерфейсы перебросит войны то есть и избе без пополам порты это 7 принципе все равно они все понимают подсидяются может специальных переходников для каждого интерфейса есть цель переходить вот есть устройство которое только по порты пробрасывает то есть это либо unique сервера либо сетевое оборудование не всегда есть комфорт для управления консольные сервера есть устройство которое позволяет упростить использование сервисных процессоров поскольку сегодня очень много придуман как производить придумать свои печки тайлова самый распространенный дать воеверный эссей дело дракуса на лон все они придумали это все полезно каждые на молодцы вот ну когда у тебя их многообразие то интерфейс у всех разные способы доступа разные протоколирование разные идентификации разные так далее то есть мы это все дело делаем универсально то есть мы понимаем любой с помощью этого специального устройства отдаем наружу только общий интерфейс который позволяет совершенно одинаково управлять всеми сервисными процессами с помощью кнопочки выключить сервер или там перезагрузить сервер или дать там консоль его или дать его компорт и все это можно делать с помощью сервиса процесса